Мы продолжаем тему. Жители села Саумалколь Айртаусского района активно пользуются госпрограммами. В конце прошлого года по дорожной карте занятости 2020 Динара Жандосова взяла кредит и открыла школу по изучению английского языка. Насколько выгодно пользоваться господдержкой в сюжете моих коллег? Раньше на этом месте был пустырь. Здание построили с нуля. Идея создать школу Динаре Жандосовой не раз приходила в голову. Осуществить мечту помогла госпрограмма «Дорожная карта занятости 2020». Центр открылся 15 января. Одной из которых приоритетом является трехязычие. И актуальным становится изучение английского языка, знание английского языка. Английский язык – это язык международного общения, язык науки и техники. И в связи с этим возникает большая потребность у нас в районе изучения английского языка. Кредит Динара Жандосова взяла 3 миллиона тенге под 6% годовых. Рассчитаться планируют в течение пяти лет. На эти деньги предприниматель сделала в здании ремонт, купила необходимое оборудование. Пока здесь обучают только школьников. Стоимость месячного курса – 6 тысяч тенге. Амир Мектасов – восьмиклассник. Выучить английский мечтал с раннего детства. Сюда я пришел, чтобы узнать еще побольше об английском языке. Наш учитель очень хорошо объясняет. В планах у предпринимательницы расширять группу по изучению английского и набрать квалифицированный преподавательский состав. Отмечу, в 2016-м по дорожной карте занятости 2020 в Айртаусском районе одобрили 27 проектов. Выдали кредитов на 75 миллионов тенге. В этом году в разработке уже 35 бизнес-планов почти на 90 миллионов. Ксения Куценко, Денис Сивков, Рустам Тлюжанов. Новости МТРК.